Библейский портал экзегет.ру представляет В нем много ярких сравнений. Не случайно он носит под заголовок «Притчи, собранные людьми из Икии». То есть это притчи, которые, возможно, восходят к Соломону, но люди другого царя из Икии их постепенно собирали. И вот у них, наверное, это был такой фольклор, который они постепенно, собрав, переложили куда-то на свиток. И поэтому такие красивые образы. «Как снег среди лета, как дождь в пору жатвы, так и почет глупцу не пристал». На Ближнем Востоке снег и дождь летом не бывают. Вообще так устроен климат, да? Поэтому это абсолютно немыслимо. Но, впрочем, даже и в наших широтах снег среди лета, прямо скажем, тоже не бывает. Если бывает, это какое-то катастрофическое событие. И вот почет глупцу не пристал. «Птицу упорхнет, ласточка улетит, так напрасное проклятие пройдет мимо». Проклятие — серьезная вещь, по крайней мере, тогда так считали. Но бывает напрасное проклятие, когда вот бездумно произнесли его слова. «Плеть для коня, узда для осла, а розга для стопины глупца». Вот не обуздать иначе, побоями только. А вот дальше совсем странно. Два стиха ровно противоположных. «Не отвечай глупцу по-глупому, чтобы ты сам ему не уподобился. Отвечай глупцу по-глупому, чтобы он мудрым себе не показался». Так отвечать глупцу по-глупому или не отвечать? Сказано два раза ровно противоположно. А зависит от контекста. «Не отвечай, чтобы ты ему не уподобился. Не говори глупцом на языке глупости. Но и не отвечай ему мудро, чтобы он не казался себя мудрым». А как? А как? А вот ищи ответ. Находи. Это не всегда просто. А книга «Притчи» — это еще и такой хор голосов, которые возражают иногда друг другу, спорят. И входят и те, и другие в эту книгу. Это не сборник железных правил. Вот живи так, так, так и так. Хотя не есть тут эти правила, но их относительно немного. А это скорее взгляд на этот мир. Как это устроено? «Сам себя подкосит и хлебнет горе тот, кто дела свои поручает глупцу». Ну да, еще бы. «Что вихляние ног ухромовы, то и притча в уста глупцов». Вот человек с какой-то тяжелой инвалидностью, который не может нормально идти. И глупец приводит притчи, но они как-то криво, косо, не к месту оказываются. Что к проще камень привязывать, то и почести глупцу воздавать. Перевод не совсем понятие, но, скорее всего, камень, он вкладывается в прощу, потом прощу раскручивают, отпускают, и камень летит. Если камень привязать, зачем это все делать? Он не полетит никуда, правильно? Вот так и почести глупцу они не достигнут цели, он вообще не поймет, что. Ну вот про глупца уже было. Дальше пойдут другие всякие персонажи, хотя и глупцы тоже. Что пьяница за терновник хватается, что глупец притчи изрекает? Пьяница за терновник хватается. Ну, видимо, идет такой, шатается уже, сам себя на ногах не может удержать. Хватается за все подряд. А там терновник с большими колючками, вот он себе всю руку разодрал, да, схватившись за него. И глупец. Вот за первую попавшуюся притчу схватил, только руку разодрал. Только не к месту ее привел, сам себя обличил. Словно лучник, ранящий всех подряд. Тот, кто на службу берет глупцов. Кого попало? Лучник, ранящий всех подряд. Ну, такой стрелок, да, периодически происходит. Чаще всего в США, но не только. Такие печальные истории. Человек берет оружие, начинает стрелять во всех подряд, да. Ну, с ума зашел, или у него какие-то там, я не знаю, видения были. Вот человек, который берет на службу глупцов, то же самое. Какая, казалось бы, какое основание для совпадения? Ну, просто стрелы, которые летят в произвольные стороны, опасны. Глупец, который вытворяет все, что ему в голову придет, опасен. Не знаешь, куда попадет. Не знаешь, кого ударит, кого ранит, кого убьет. Его действия. Как пёс возвращается к своей блевотине, так и глупец упорствует своей дуре. Вот нам всем случается сказать глупость или сделать глупость, правда? Но глупец отличается тем, что он упорствует. Тем, что он именно настаивает на этом. Видел человека, что мнит себя мудрым? От глупца и то больше проку. Вот, казалось бы, глупцы-глупцы-глупцы плохие. А тот, кто считает себя мудрым, сам себе приписал мудрость, и еще хуже. Он думает, что он не таков. Лодырь говорит, лев на дворе, зверь по улицам рыщет. То есть опасно выходить на улицу, да? Съедят. Как дверь на петлях болтается, так и лодырь в постели ворочается. Запустит лодырь руку в блюдо, а пока до рта донесет, устанет. Лодырь мнит себя мудрее семерых говорящих разумно. Ну, такая истерическая картинка, да? Он сидит дома, не может еду себе до рта донести, настолько ему это тяжела работа. И одновременно считает себя мудрее семерых говорящих разумно. То есть он эту лень оправдывает пониманием. Ну, я-то знаю всему этому цену. Ну, я-то не буду суетиться, не то, что ведь... Но это только лень в нем говорит. Да, вот человек часто бывает так, что не готов что-то делать и придумывает оправдания разумные, как бы. Что пса дергать за уши, то и походя влезать в чужую ссору. Представим себе бродячую собаку, вот идет она мимо вас, а вы хоп ее за уши. Ну, понятен результат. В чужую ссору зачем влезать? То же самое, укусит. Безумец мечет горящие стрелы и смерть. Таков и тот, кто обманул ближнего и говорит, я же пошутил. Ну, понятен здесь тоже какой-то безумец, уже совсем сумасшедший, который поджигает, там убивает. Ну, вот маньяк вышел на тропу войны, да. И человек, который обман, считает шуткой. Ничуть не лучше. То есть, что-то крайне опасное использует бездумно. Кончились дрова и погас огонь. Сплетника нет. И утих раздор. Прямо даже комментировать нечего. От углей жар, от дров огонь, а от речи сплетника вражда. Тоже прекрасная мысль, да. То есть, сплетник, он информирует людей, да, он как бы сообщает им сведения. А результат-то просто вражда, злоба. Речи сплетника, что лакомства проникают в самое нутро человека. А как хочется сплетни послушать, да. Ой, вы знаете, что-то шу-шу-шу-шу-шу. Приятно же, интересно же. Но вот только что сказано, что это раздор, вражда. И они проникают нутро. То есть, это не внешнее явление. Кто-то там что-то вспылил секундно, да. Это вот то, что преображает нутро человека, что изнутри его меняет. Как посеребренный горшок из глины. Так и ласковые уста при злобном сердце. Ну, представляете себе, да. Часто такое у нас продается. Ну, не горшки, а что-нибудь посерьезнее. Там оно серебряное или там оно с какими-то ценными веществами. Но этих веществ там ничтожное количество, да. Взяли глиняный хрупкий горшок. Сверху его серебром чуть-чуть покрыли. И выдают за серебряный. Вот так и ласковые уста при злобном сердце. Снаружи-то оно красиво, а внутри-то оно глина хрупкая. И ценность ее очень невысока. Льстива речь недоброжелателя. В душе он лелеет козьно. Хоть и нежен его голос, не верь. Семь мерзостей у него на сердце. За обманом его ненависть таится. Но откроется при людьми его злоба. Вот он сплетник, вот он льстец. Он красивый снаружи, да. Но внутри это злоба, внутри это обман. Внутри это что-то такое, что тебе совсем не понравится. Кто роет яму, сам в нее упадет. Кто катит камень, сам под него угодит. Про то, что не роет другому яму, стал русской поговоркой. Это отсюда. А про катит камень, понятно, в гору. На кого-то закатывает камень, думает, вот человек пойдет, и я сброшу с горы на него этот камень, убью его. Засада такая. Наши дальние предки говорят, на мамонтов так охотились. Как мамонта забить? Камень на него с горы свалить, и дальше уже можно его разделывать на мясо. А тот, кто на другого человека такой камень катит, тот в результате сам под него и попадает. Технику безопасности надо соблюдать. И не рыть другому яму. А рыть яму – это тоже что такое? Это охотничий прием. Вот на какого-нибудь там лося или медведя роют яму, чтобы он туда упал. Там еще кол заостренный ставят. И вот таким образом его можно будет добыть. Лжец ненавидит свою жертву. Листивые уста готовят беду. То, что лжец ненавидит жертву, это понятно, но листивые уста – это же частный случай лжи, когда тебе, казалось бы, говорят то, что тебе приятно слышать, но это ложь, поэтому тебя ненавидит тот, кто это говорит. 26-я на этом заканчивается, но 27-я продолжит эти зарисовки красочные. Субтитры создавал DimaTorzok